Здравствуйте! Меня зовут Давид. Я хочу вам рассказать в этом выпуске моего позитивного видео, почему нет необходимости пить и почему нет необходимости курить. Пить, то есть алкоголь. Я объясню. В этом видео вы не услышите о том, что это плохо, от болезни, от курения рак легких, от алкоголизма, от цирроз печени. Ни слова об этом. А я расскажу просто вам о своем опыте и объясню, почему большая ошибка считать, что бросить курить нужна сила воли. Вообще, я, если честно, хотел взять лист бумаги, забыл. Ну, просто пришел только с тренировки, я занимаюсь тайским боксом, набегался, напрыгался, реально, там, кило-полтора, наверное, веса потерял и чувствую себя замечательно. И бросить курить так же легко, как разорвать вот эту салфетку. Перестать пить алкоголь так же легко, как разорвать вот эту салфетку. Почему? Я объясню. Подумайте, может ли ошибаться один человек? Может. Может ли ошибаться десять человек? Может. Может ли ошибаться тысяча человек? Может. А может ошибаться сто тысяч и миллион человек? Конечно, может. Этот пример я придумал сам, и я этим очень горжусь. Я объясню. Вспомните, каких-то 100, да даже меньше лет назад в Америке еще в 60-х годах были автобусы с местами для чернокожих. Это сложно в это поверить, но это так. И каких-то 100, 150 лет назад было рабство, и считалось это нормальным. И 300, все несколько сотен лет назад одни люди были рабами, и их за попытку бегства жестоко терзали и убивали. И это считалось нормально подавляющим большинством современников. Также и сейчас мы живем, и мы считаем нормально выпить пивка после работы, курить и так далее. Я со своим, не побоясь этого слова, ясным, четким сознанием, стаж моего курильщика 13 лет почти без перерывов, пачка в день. Алкоголь, ну как, сильно не злоупотреблял, ну чтобы в пятницу не нажраться, там с друзьями, ну такого практически не было. Ну как у всех в большинстве. Нажраться как пивко, там что-то такое. Водку почти не пил, там коктейли всякие иногда пил, коньяк не пил. Ну так, как большинство людей. Не злоупотребляют, но почти всегда. И я вам объясняю именно то, что нет никакой необходимости применять силу воли. Вот эта дрянь. Вот это алкоголь, а это сигареты. Их нет. И не нужно ничего. Просто мы живем так. Наши отцы, наши деди, наши деды, наши соседи, наши прадеды. И в общем-то курили и пили, мы считаем это нормально. Но это не так. Это не так. Я и не употребляю алкоголь, и перестал курить. Сколько? Два года будет летом. И я абсолютно ничего не потерял, а только многое приобрел. И я не то, что этим видео призываю вас, а я хочу сказать, что это легко, это просто. А знаете, силу воли где нужно использовать? Силу воли нужно использовать, чтобы, допустим, зайти в горящий дом, спасти кого-то. Или в темном парке услышал женский крик. Если ты мужчина, побежал, ну, там разные, конечно, случаи могут быть, но пойти, там, вмешаться, что-то сделать или на улице, там, какая-то драка. Вот здесь нужна сила воли. А отказаться от никотина в дыхание более 400, если я правильно запомню, вредных веществ для человека, в дыхание дым, дыхать ядовитый, это же противоестественное. Это дрянь. Выкинь ее навсегда, брось. Алкоголь. Алкоголь. Ну, вообще, бред. Думайтесь. Ну, если что-то гниет, виноград тоже, вино перегнивает, но это же что-то несъедобное. И, кстати, разговоры, мифы о том, что там древние греки, римляне, они прямо это вино боготворят, там, и тоже, конечно, преувеличены. Например, есть информация, что греки, они пленных своих напаивали и гоняли по городу в состоянии опьянения, чтобы молодежь их не видела, что, к чему приводит алкоголь. Это было давно, и, не знаю, правда, не правда, но такой пример мне понравился. Если мое видео вообще предназначено для молодежи, я, например, в ВКонтакте, на моей странице, у меня подавляющее большинство друзей, там, 13, 12, 14, 15 лет кто добавляется. И я отлично помню себя в таком возрасте, когда мне 12, 13, 14, отлично помню свое состояние, как я себя чувствовал. К чему я это веду? Потому что там 18-20 лет, когда ты пьешь, у меня было так, что я, например, там, конкретно мог, там, какой-то праздник корпоратив всю ночь пить и курить, разумеется. Я курил 17 лет. И потом я спокойно, вообще не спал нисколько, я приезжал домой, там, в 5-6, залезал в ванну, там, полежал полчасика, не спал, и шел на работу, замечательно себя чувствовал. Ну, как замечают, плохо, но мокрово. В 25 это было тяжелее, в 30 это было ужасно, и вот в 31, 30 или 31, короче, год, да, я отказался от алкоголя и от сигарет. И я чувствую себя великолепно. Я про что говорю, что когда ты действительно молодой, тебе там, 18 или меньше, то ты и куришь пачку в деле тебе, извиняюсь, пофигу, ты бегаешь, ну, одышка есть, но ты не чувствуешь. Ты же провел 5-10 лет, ты куришь их со стажем. И это мое видео направлено на вас, тех, кому меньше 18. Я хочу, чтобы мой сын новорожденный жил в стране, в которой нет алкоголя, нет никотина, в которой живут счастливые, успешные люди. В книге полная глупость реально говорить, потому что там книга, например, там Алина Карра «Легкий способ бросить курить», она вредна от идиотства. Объясню, множество людей, кого я знаю, почитали книгу Алина Карр «Легкий способ бросить курить» и перестали курить навсегда. Пример, почему меня раздражает, когда люди говорят, вот какой-то мужик там будет меня учить. Ты чушься это? Почему? Ну, вы в школу приходите, вы читать не умеете. Вы что-то в него напрасываете и говорите, нет, я не буду читать, я гордый, у меня есть сила воли, я научусь сам. Да бред это. Возьмите, почитайте, если вы курите. Есть книга «Легкий способ бросить курить» или «Простой способ бросить курить» Алина Карр. Тот же автор Алина Карр. «Легкий способ бросить пить» алкоголь. Вы читаете, просвещаетесь, будьте здоровыми. Видео получилось, наверное, чересчур эмоциональное. И самое главное, никогда и я, и призываю всех, никогда нельзя никого осуждать, что кто-то там пьет, кто-то курит. Хотя очень сложно удержаться, когда идешь, и идет даже девушка красивая, и от нее воняет. Вот она курит, даже вок свой, и это воняет. Вы не понимаете, что ли, девушки? От вас воняет. Воняет, никотином. Это неприятно. Может быть, ваши сламы меня обидят, так перестаньте. Это легко, повторюсь. Вот. Вот так. Никаких, ни ломок, ничего. Просто. Я курить бросил. Карр я, естественно, читал. И потом бросил месяцев на 10, потом опять закурил. И потом, где-то еще через год, короче, через полтора, я еще на Ченгарском жиле, да, вышел, короче, взял, я кем-косим купил пачку. Жене говорю, пойду покурю. Вышел, и лето, думаю, ну как-то все накатило. Вот, дыхать эту дрянь. Я взял пачку, сжал, растоптал ее, короче, и вот больше не курил. С алкоголем типа того было. Тоже один раз, если часто, напился, короче, тоже полот был там с другом, что ли, и на работу выйти не смогу. Вот. Я реально признаю, было такое. Сказал, что я заболел. И я задумался, куда я качусь. Не то, что алкоголизм. Хотя ни один алкоголик никогда не хотел быть алкоголиком. Ни один. И я тоже отказался. Просто, без всякого перерыва, ничего. И замечательно себя чувствую. И вот тот же Альмен Карл, он очень хороший пример приводит насчет алкоголя. Что алкоголь это как замучие пески. То есть ты на них можешь заходить хоть каждый день, хоть каждый там день по 10 раз, образно говоря. Ну, ты постоял, постоял, погрузился по щеколоку, встал, ушел. Но чем дольше ты на них находишься, в итоге ты можешь завязывать и пропасть. Табак убивает, алкоголь убивает. Это факт. И повторюсь, как в начале видео я говорил, было время такое. Было именно время, что курить практически все курят. Пить, ну как, типа, ни мужик не пьешь. Тоже бред. Ну, в Америке когда-то считалось, если ты не убил белого человека, ты не мужик, а ты никто. Что ж теперь, жить по этим правилам. И самое главное, еще раз, ключевое, не нужно не включать ни силу воли. Это бред, наоборот. Отказывайтесь, вы ничего, вообще ничего не теряете, а приобретаете здоровье, разумеется. Я как-то лучше стал чувствовать себя, что ли, как-то повыше как будто стал. Хотя ирок ростов почти два метра. И что еще? Деньги, конечно, огромная экономия. И самый, знаете, кайф какой, когда люди, которых ты знаешь, говорят, я больше, ну, бросил, бросить, ненавижу слово. Что бросил пить, бросил курить, бросить можно институт, бросить можно работу. А тут просто отказываешься от этой дряни, раз и навсегда. Я говорю, да нет, я не хочу, не пью алкоголь и все. Ну, да не пью, ну не хочу, все. Ну, я не пью. И люди говорят, как, это же пиво? Я говорю, да, это же пиво. И все. И люди, основная реакция, удивление и уважение. И еще, понаблюдайте за пьяным человеком. Просто понаблюдайте, какой бы он алкоголь не пил. И вы поймете, что в этом кайфа нет. В этом нет никакого кайфа в алкоголе. Люди становятся либо смешными, либо грустными, либо агрессивными. Это признак отравления. И не побоюсь этого сказать, что такое алкоголь. Это неприятный на вкус сильнодействующий яд, вызывающий наркотическую зависимость. Именно так. Все, что я хотел вам сказать, я сказал. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. У меня много разных видео. И много проектов разных. Будьте здоровы, будьте счастливы. Искренне желаю вам всего самого доброго. До новых встреч.